всем привет буквально сегодня ко мне попал в руки наконец-то процессор который я купил на алиэкспрессе и вот он ко мне добрался это процессор xeon i5 2640 v4 который я купил на замену хочу поменять его и поставить вместо процессора xeon i5 2630 v3 вот так они выглядят значит этот 2640 v4 вот так он выглядит вот процессор 2630 v3 ну на удивление первое что чему я удивился v4 2640 v4 тяжелее чем 2630 v3 и вот эта верхняя крышка на v4 выглядит ну довольно массивней и будем надеяться что это означает более эффективное охлаждение ядра процессора также ну из различий можно посмотреть здесь более на v3 более толстый текстолит на v4 он более тонкий ну где-то в разрезе плюс-минус вырезанную где-то так почему я выбрал именно этот процессор на замену 2630 v3 расскажу чуть попозже сейчас давайте пройдемся по характеристикам этих процессоров и основным различия чем не отличаются и так значит 2640 v4 там процессор но он для меня новые но вообще-то он довольно старый но тем не менее до сих пор актуальны и по сравнению с 2630 v3 он производится по более тонкому техпроцессу 14 нанометров в отличие от v3 который производится по техпроцессу 22 нанометра также у процессора 2640 v4 10 ядер физических вместо 8 у 2630 v3 и соответственно потоков тоже в два раза больше у v4 их 20 а у v3 их 16 базовая тактовая частота у этих процессоров одинаковая 2,4 гигагерца но у 2640 v4 максимальная тактовая частота в режиме turbo 3,4 в отличие от 3,2 у v3 то есть прирост может быть 200 мегагерц как бы мелочь но ну приятно также у нового поколения процессора v4 именно 2640 на 5 мегабайт и больше кэш память 25 против 20 у предыдущего поколения также у них сами tdp но у 2640 на 5 ватт он больше 2640 v4 это 90 ватт у 2630 v3 85 ватт ну кроме того что у них разница выпуска в два года этот год начинал производиться 2014 этот начинал производиться в 2016 году у них также есть разница в максимальном объеме поддерживая оперативно-оперативной памяти и ну в домашних условиях более значимое различие одно из это поддерживаемая частота памяти ddr4 этот процессор поддерживает ddr4 с максимальной частотой 2633 мегагерца против максимальной частоты 1866 у процессора 2630 v3 ну и также еще одно различие у этих процессоров это фирменная технология intel tsx ni ну в чем она точно заключается как ее пощупать я честно говоря не знаю но по описанию можно сделать вывод что в 4 поколения улучшено взаимодействие в между ядрами и в многопоточных приложениях они будут работать эффективнее то есть принципе как бы различием как таковых не так много но они есть и почему я выбрал 2640 v4 вместо 2630 v3 ну я не гонюсь за разгоном и процессор 2630 v3 в принципе довольно хорошо работает и в моих задачах ну когда запустил запущено допустим четыре браузера разных с десятками вкладов в каждом плюс там фоне работает какое-нибудь видео крутится то процессор максимум нагружается до 10 процентов но при этом для меня имеет больше значения тишина работы вот и комфорт работы чтобы ничего не шумело не отвлекало и в этом плане поскольку тдп у них сопоставимая и производительность у этого будет чуть выше и теплоотвод тоже будет лучше то соответственно кулер будет работать тоже тише и плюс мне не нужно будет подключать вот на материнке у меня машинист вот здесь стоит охлаждение vrm зоны и на своем процессоре я отключаю на питание и манар будет очень тихо и на новом процессоре она также будет отключена противном случае мне пришлось бы это подключать и на этой материнке хоть и стоит качественный вентилятор я его проверял пробивал что за вентилятор он принципе работает сам по себе отдельно тихо и него долгий ресурс жизни но когда он устанавливается этот радиатор я так понимаю из-за конструкции самой металлической части он начинает издавать ощутимые свисты которые слышно даже если материнская плата установлена в корпусе вот так же отмечу что этот процессор 2640 v4 значительно подешевел я его покупал по цене 9 долларов что принципе это уже копейки и плюс дальше они будут дешеветь и есть смысл пробовать разные процессоры там за пару копеек понемножку повышать производительность компьютера плюс к нему что еще ну тут бы быстрее память плюс пару дополнительной технологии но я ожидаю что прирост будет в целом по тем же задачам вот 5 процентов возможно до 15 процентов вот в дальнейшем процессоры будут дешеветь будут другие модели буду их также пробовать о чем буду вам рассказывать по поводу 2640 v4 ну я вам рассказал всю информацию которую у меня была если вам ролик понравился информация показалась полезной то ставьте лайк и подписывайтесь на канал на этом вам спасибо вам всего хорошего до свидания